Помоги товарищу, который падает от усталости, впереди будет еще труднее. Если во рту еще зубы есть, их нужно стиснуть. Это я специально написал для ребят, для понятия духа. Жесткий и глупый режим. Я когда с ним столкнулся, мне было смешно. Смеялся, но и за этот смех я тоже получил. Ожидался съезд писателей, это 1962 год. Нашел несколько сотоварищей и мы начали это дело обсуждать. Как к этому съезд готовится. И все-таки в нашей среде затесался один драматург, которого вроде раз критиковали вообще, не давали ему ходу и прочее. Он оказался офицером КГБ. Чем он потом хвастался. У меня были две статьи. Ориентация и пропаганда и недонесение. Эту статью я всегда говорил и сейчас говорю, что эта статья стоит орда. Субтитры создавал DimaTorzok В Синярске мы какое-то время работали вместе. Мы вывозили опилки на вагонетках. Пока мы ждали, пока ее наполнится, мы обменивались информациями. Я рассказывал ему о латышском фольклоре, а он мне учил лекции по русской поэзии серебряного века. Даниэль очень быстро попал в карцер. У него был какой-то крем против комаров. И те говорят, что не положено. Отлупили его там тоже и все-таки посадили в карцер. А в карцере, чтобы ему не было скучно, я делал подстрочники из своих стихов. И совали под дверью, пока он сидел в лагере, он занимался тем, что он переводил. Просто скажу, я ничего не подпишу. Я остаюсь на все эти семь лет. Раз уж советская власть подсчитала, что для такого выродка нужно семь лет, чтобы сделать его человеком. Я же не могу быть умнее советской власти. Это было очень просто. В Москве это восемь часов до Потиме. И там пересесть на узкоколейку. Проблема была в том, что если чего-то не хватало, хотя бы за эти три дня свидания хлеба, то выйти в магазин невозможно было. Как я потом узнал, когда я вернулся, что все-таки эти написанные в лагере стихи, когда я сам еще там находился, в Латвии разыслились довольно широко. Тогда я еще наивно думал, что тоже, как и Горбачок, что это можно поправить. В лагере я убедился в том, что этого исправить нельзя. Это все должно раньше или позже погибнуть. Эта система. Когда я вернулся уже из лагеря, я уже созрел. Уже когда начались все эти, скажем, народные фронты, я во всем этом уже, в баррикадах и прочее, я во всем этом участвовал. Мне было ясно, что конец близок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...